Шейх, очень интересный вопрос. Человек рассказывает о своих душевных переживаниях. Он говорит, я нуждаюсь в помощи. Я знаю, что Аллах создал нас только для поклонения Ему. И я сделал целью своей жизни быть на пике поклонения Аллаху. Является ли это высокомерием или нововведением? И каково отношение ислама к перфекционизму, то есть стремлению к совершенству? Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату, вассаламу аля Расуллиллах. Дела Ахирата человек должен быть таким. Всегда должен стараться к совершенству, стараться выше. Побезалика фалиятанафас, альмутанафис, он Аллах говорит. Этих Ахиратских делах пусть спорят. Соревнуются те, кто соревнуется. Кто лучше сделает, кто больше сделает, кто хорошо сделает. Ахирата это должен человек стараться больше делать. Ближе к пророку, как пророк делал, узнать и так же делать. Это требуемо от мусульманина. Там, как он спрашивает, является ли там высокомерием, или является ли это бедой? Нет. Высокомерием является, если ты будешь делать, и говорит всем, вот я ночью делал 11 раката, витр, и каждый ракат читал джуз. Это является показухой. А ты, если ты будешь делать, за то, что пророк садится будет делать, и это свое дело не скрывает, и хочешь еще лучше делать, это не является ни показухой, и не является ни запретом. Наоборот, это требование, Аллаху Субтитрова, от нас. Но должна быть осторожнее, если у меня не получается пики делать, чтобы не оставлять. Некоторые так делают, например, я не могу так делать. Если так, то не можешь. Вот так делай. Вот более, например, 11 раката не могу. Когда делай, делай. Если не можешь, делай хоть один ракат. Если к этому она идет, например, конечно, это запрещено, как болезнь. Нет, ты делай один, завтра старайся два делать. Но чем один ночь, 10 делай, потом вообще не молиться, лучше каждую ночь по три раката делать, и постоянствовать это. Как сказал пророк Салам, Аллах любит деяния, постоянствия, хоть они маленькие. Чем много один раз делай, потом вообще не молиться. Месяц не делай. Да, лучше мало делать, но это в этом постоянствует. Это нет запрещено. А умру и дунья, в этом совершенстве, там соседа есть дом, лучше мой будет. Мы то, чтобы лучше будем этим стремиться, это не могу сказать, что это восхалимый. Нет, о хереских делах надо человеку спорить. А умру и дунья должен смотреть не выше, чем ты человека, ниже, чем ты, например, Аллах тебе дал имуществу дом. Выше тебя еще есть другой, там трехэтажный дом у него. Смотришь и жалей, почему Аллах мне это не знает. Ты должен ниже тебя смотреть. Аллах ему не только дом не дал, даже у него здоровья нет. И восхалят Аллаху субханаху ата'аля. У сподвижников был спор совершенства ахереских делах. Абу Бакар, ради Аллаху ана. Когда правок Саасам сказал, есть люди, которые заходят из дверей, кто постится, есть люди из дверей, которые... Намаз. Намаз. Идесят все двери в рай, когда объяснил. Аббакар, смотри, какой он был стремлен. Он говорит, нет, да, я, Расуллах, который заходит из всех дверей. В любые, которые захочут, да? Да, нет. Сиды, например, из дверей в рай, из этого... Поста. Поста, намаза, всех дверей, в месте, которые заходят, людей нет туда. Ему не хватает с одной двери зайти в рай. Аббакар, Расуллах сказал, да, есть. И я думаю, что ты один из них. Они не сидели, как мы сейчас многое слышим, если я совершил намаз, живщик не делал, я же в рай попаду, да, попадешь, после наказания, мне этого хватает. Нет. Рай в раю тоже степени. Надо, как Пророк Саасам сказал, фирдоус, самый центр и вершина рая. Просить у Аллаха фирдоус. Этим просить, и туда надо стремиться тоже. Да, но часто от людей можно услышать, я даже стесняюсь, у меня вот столько грехов, я даже стесняюсь такие вещи просить, типа я не достоин там. Стесняюсься и оставлять, например, как вчера один плакал, говорит, я боюсь, что Аллах Субхану Ата'алла, за то, что он сейчас в беде попал, в прошлое попал, толпу сделал, обратно начал, сейчас тоже успел, как будто говорит, я человек избиваю, потом идут, прости меня, говорю, каждый раз повторяется это. Нет. Аллах Субхану Ата'алла любит простящих, как Баня Адам, сыновья Адама, ненавидит, кто один раз просил, два раза, третий раз, он от него избегает. Аллах Субхану Ата'алла, чем больше мы просим Аллаха, тем больше Аллах, к Аллаху мы приближаемся, и Аллах нас любит. Поэтому мы должны просить Аллах Субхану Ата'алла и, например, просить Аллаха и ничего не делать, это как будто дома сидеть и просить Аллаха посев, чтобы хороший посев до этого года мне, и не сажать огород, и не приготовить огород, и говорить, Аллах, дай мне дети, и не жениться. Нет. Ты проси Аллаха и бери причины. Проси Аллаха, чтобы фирдос был и делай ибада, поклонение. Проси Аллаха, чтобы выходи на джихад, Проси Аллаха, чтобы фирдос дал и делай садака, давай закат, делай джихад, потом проси Аллаха, чтобы Аллах Субхану Ата'алла принял твое деяние. Не хватает дела делать, и чтобы Аллах должен это принять. Чтобы принял Аллах Субхану Ата'алла, деяние должно быть искренним. Аллаху Алям.